Ну что, друзья, привет. Первый наш докладчик Евгений Охотников, который провел очень много времени, занимаясь мультипоточным программированием, и сейчас нам расскажет, как это организовать качественно, расскажет о модели акторов для C++. Приветствую. Здравствуйте. Очень приятно видеть такое большое количество слушателей. А материала будет много, поэтому я буду стараться говорить быстро. Если слишком быстро, вы меня останавливаете, чтобы восприятие шло нормально. Итак, сегодня мы будем говорить о такой большой теме, как модель акторов и ее практическое применение. Но поскольку тема эта реально очень большая, мы ее чуть-чуть сузим и коснемся только многопоточного программирования, потому что здесь у меня есть некий опыт, от которого я могу отталкиваться и рассказывать что-то такое, действительно прошедшее проверку жизни. Многопоточность. Многопоточность — это всего лишь инструмент, который применяется, как правило, в двух похожих, но принципиально отличающихся друг от друга областях. Первая область — это параллель-компьютинг. То есть, если говорить совсем просто, это мы делаем одновременно одну и ту же операцию над разными наборами данных, причем данные могут быть, скорее всего, однотипные. В качестве примера мы берем большой видеофайл и прижимаем его в другой формат. Если мы это делаем на одном ядре, у нас это занимает, скажем, час. Если мы распараллеливаем на 4 ядра, у нас это занимает 15 минут. Если распараллеливаем на 10 ядер, это занимает 6 минут. И как раз цель параллель-компьютинг заключается в том, чтобы, задействуя максимум доступных вычислительных ядер, снизить общее время расчета или общее время получения результата. С другой стороны, есть такая штука, как конкурент-компьютинг. Это когда мы, грубо говоря, делаем одновременно кучу разных операций. Эти операции могут относиться к одним и тем же данным или к разным данным. Но смысл в том, что мы делаем совершенно разные операции. В качестве примера возьмем сервер баз данных. Этот сервер должен принимать новые подключения от клиентов, должен вычитывать из этих подключений какие-то запросы, должен партить этих запросов, должен строить план выполнения запросов, должен обращаться к диску, должен поднимать здесь какие-то данные, укладывать куда-то в кэш. Из этого кэша выбирать то, что попало в условия запроса, отдавать это клиентам и контролировать, что клиенты это все дело получили. Это все нужно делать одновременно. И самое интересное, что конкурент-компьютинг, он не особо нуждается в многопоточности. То есть можно делать конкурент и на одном потоке, если мы используем что-то типа квазипараллелизма. И таким примером является Node.js, который, как правило, однопоточный, но при этом обрабатывает целую кучу разнообразных запросов от кучи клиентов. Но самые большие прелести всего этого дела начинаются, когда мы в конкурент-компьютинг используем реальную многопоточность, то есть распределение задач по разным ядрам. Эти ядра работают по-своему, время и там, и там течет по-своему, и вот это все многообразие взаимодействия нас ставит в серьезные условия. И вот именно в этих условиях, когда очень сложно сделать что-то корректно, и при этом потратить на это не очень много времени, не очень много ресурсов, вот в этих условиях модель акторов работает хорошо. Это не единственная модель, но поскольку я с ней работал много, то и ограничимся только ей. Что касается параллель-компьютинга, то в принципе модель акторов там тоже может находить свое применение. И отступая чуть-чуть в сторону, можно сказать, что приемы, которые используются и в параллель-компьютинг, и в конкурент-компьютинг, как правило, одни и те же, там, скажем, нутексы и кондишнные рейблсы используют и там, и там. Но из-за того, что цели у этих направлений разные, то и задачи они решают по-разному. И для параллель-компьютинга есть целая куча своих инструментов, начиная от MPI, заканчивая OpenMP, и при этом еще целая куча фреймворков вокруг этих вещей. И это отдельная тема, на нее мы не будем сегодня обращать внимание. В чем сложность многопоточного программирования? Вообще нужно сказать, что многопоточное программирование – это действительно сложно. Я занимаюсь разработкой программ уже прилично больше 20 лет, из них 20 лет точно занимаюсь многопоточностью. Иногда мне приходит в голову мысль, что наконец-то я уже научился это делать, я сейчас возьму что-то, сделаю быстро, корректно, у меня все заработает. Через какое-то время находишь в этом баге и уверенность улетучивается. Поэтому действительно это сложно. Это звучит банально, но так оно и есть. А почему это сложно? Это потому, что у нас есть в программе, как правило, какое-то разделяемое состояние. И это разделяемое состояние должно меняться. То есть мутабельное разделяемое состояние – это причина всех бед в конкурент-компьютинг. И для того, чтобы нам облегчить свою жизнь, нам нужно это разделяемое состояние изменяемое убрать тем или иным образом. И вот модель акторов предлагает такой способ, как полный отказ от разделяемых данных. То есть если у нас есть несколько акторов, каждый из которых обладает своим состоянием, только он может его менять. Но если мы говорим про многопоточность, то значит у нас есть N потоков, у каждого из потоков есть свое состояние, и только этот поток может свое состояние поменять. Этот принцип имеет название Shared Nosing и очень широко известен в узких кругах, в частности в распределенном программировании. Это один из основных принципов построения надежных и масштабированных распределенных систем. Но оказывается, что этот принцип замечательно работает и в многопоточном программировании, особенно сейчас, когда встречается микропроцессор, у которых там не только десятки, но уже и сотни ядер прямо на одном чипе собраны. И там получается, что принципы, которые используются при создании распределенных систем и при создании систем для такого массового параллелизма, они во многом совпадают. Итак, мы договорились, что у каждого из наших потоков есть свои собственные данные. Но если только поток обрабатывает эти данные, как правило, это не очень интересно, как правило, нужно какое-то взаимодействие между потоками. То есть потоку X нужно что-то от потока Y, потоку Y нужно что-то от потока Z, потоку Z нужно что-то от потока X. И каким его взаимодействием между собой могут это взаимодействие построить? Кажется, что есть два способа. Можно взаимодействовать синхронно, можно взаимодействовать синхронно. Но это только кажется, потому что если мы взаимодействуем синхронно и отказываемся от ньютексов и других примитивных синхронизаций, то мы все равно, каждый из наших потоков начнет выступать в качестве такого примитива синхронизации. То есть если потоку X нужно что-то от потока Y, он делает запрос синхронный и повисает на ожидании. Если при этом поток Y сделал запрос потоку Z, даже plaisir потом в этот момент начинают делать поток запрось по токуX нас получается обычный the door о которой все прекрасно например он прекрасно знает поэтому кажется что мы ушли от нед reported на самом деле у нас пре синхронном взаимодействии минут так сами стали сами потоки исполнения поэтому синхронность не рассматриваются только синхронность из соответственно это синхронное взаимодействие можно построить по-разному но вот в модели она строится на основе обмена сообщениями и получается что когда потоку x нужно что-то потока ирек у нас слои сообщение потоку и реки и продолжает после этого свою работу рассчитывая что сообщение где-то стало в какой-то очереди из этой очереди на поднимется обработается потоком y и результат тем или иным образом пришлет обратно потоку x например поток и рек отошлет сообщение обратно в общем все просто да есть потоки у каждого из потоков есть свое приватное состояние которое больше никто не видит у каждого потока есть своя очередь сообщений если очень сообщение пустота поток спит ничего не делает если в очень сообщение что-то попадает поток просыпается извлекает обрабатывает и возможно отсылает ки сообщение кому-то еще маленький бонус который мы здесь получаем если мы сообщениях передаем полностью все необходимые данные они ссылки на данные которые лежат в нашем скажем хранилище то есть если поток x имеет свое хранилище и хранит там какой-то блок скажем 4 килобайта если он отсылает ссылку на этот блок в сообщении то получается что разделяем состояние остается возможно она будет не мутабельным но но все равно остается а вот если мы полностью 4 килобайта скопируем передаем в сообщении и у получателя это 4 килобайта опять скопирует это приватное данное то мы получаем что сообщение сама достаточно и тогда в принципе без разницы уходит это сообщение на то же самую машину только в другой поток исполнения или же она уйдет куда-нибудь в сеть то есть по дороге она будет сервизована перед на другой узел там до сервизованы и отдана потоку получателю в этом случае у нас получается прозрачный переход к распределенности и опять же поскольку мы про распределенность сегодня не будем говорить но на современных многопроцессорных машинах где передача данных между одним ядром и другим ядром это достаточно дорого может быть вот такая передача полностью данных с копированием улучшают локальность и как следствие улучшает производительность каждого отдельного ядра потому что ядро работает только с теми данными которые ему принадлежат собственно вот мы сейчас на пальцах объяснили то в чем состоит основная как бы притязательность и основное достоинство модели акторов если же говорить про самую модель акторов как понятие в компьютер сайенс то она появилась 43 года назад 1973 году в результате публикации карла химита именно он создал понятие теории модели акторов и начал ее развивать это модель дальнейшем была развита еще другими авторами в частности вот в 1985 году гулака защитил диссертацию а потом издал диссертацию как отдельную книгу где он сделал во первых с точки зрения компьютер сайенс и новый вклад он поможет сделать какую-то семантику описал какая семантика должна быть у модели акторов а во вторых он вообще это сделал более скажем приземленно то есть если погрузиться в работы карла хилит это там будет очень много что называется матана и вещей которые не всегда понятны а вот у акхи это все делалось по расписанную более-менее нормально вот но это если говорить про формальную модель акторов которая была вот открыта и как бы зафиксировано штукал карл хилит ее автор но неформально других местах она переизобреталась одну множество раз и примеры этого мы еще сегодня мы видим для тех кто хочет погрузиться именно в компьютер сайенс и посмотреть что такой модели акторов с точки зрения теории вот три отправные ссылки конечно сам по самым статьям википедии вряд ли что-то поймете но зато там очень хорошая подборка ссылок то есть начинаете отсюда погружаетесь вниз и со временем у нас появляется осознание того что же такое с математической точки зрения хотя получив знания и возможность работать с этим математическим аппаратом и не думаю что вы сможете повторить какой-нибудь робит импиу своими руками потому что здесь совсем другие навыки должны быть и в этом нужно отдавать себе отчет поскольку я ни в коем случае не компьютер сайентист я бывший программе сейчас большей степени менеджер меня интересует только практическая часть и про компьютер сайенс мы больше говорить не будем если же говорить о том из чего состоится модель акторов на самом примитивном уровне самые базовые принципы ты всего вот три этих принципа первый это актер это некая сущность у которой есть поведение поведение это интересная штука то есть все представляешь такой объект в объектно ретиром программирование это некий набор данных плюс методы которые обрабатывать данные и фишка в том что в объектно ретиром программирования набор методов как бы константин То есть мы описали объект, сказали, что у него такой интерфейс, и больше с этим объектом еще не меняется. Но если мы не берем такие языки, как JavaScript или как Ruby, где можно в процессе работы поменять интерфейс объекта. Если мы берем какие-нибудь языки со статической компиляцией, типа C++, Afield или еще что-то подобное, то мы описали интерфейс объекта, и он уже не поменяется. Поэтому если у нас есть метод pushback у вектора, мы его можем вызывать в любой момент. Пустой вектор, не пустой, мы можем вызвать pushback, и он что-то сделает. Вот в модели акторов поведение — это, во-первых, данные, которыми обладает объект и их состояние, а во-вторых, набор методов, которые объект может выполнить над своими данными. И этот набор методов может в динамике меняться. То есть объект может менять свое поведение в зависимости от того, что к нему пришло. Второй принцип — это то, что акторы реагируют на входящее сообщение. То есть они больше ничего не делают. Они висят, ждут, пока к ним что-то придет. Как только что-то приходит, они на это сообщение реагируют. Среагировали, закончили эту реакцию, все, опять они висят и ждут, пока не придет новое сообщение. И когда они получают сообщение, акторы могут делать три вещи. Отослать некое конечное количество сообщений других акторам. Причем то, что конечное, это важно. Это гарантирует то, что в системе будет какое-то движение, никто не повиснет. Как это сделать на практике, честно говоря, не представляю. Здесь от программиста зависит. То есть программист может написать такую реакцию на какое-то сообщение, что он будет бесконечная отсылка сообщений, и все повиснет. Но в рамках таких языков, как C++, наверное, ничего нельзя сделать. Может быть, появятся другие языки или реализации для языков типа акда или кок, на которых это будет доказываться математически. Но в C++ этого нет. Следующее, что может сделать актор, когда он получает сообщение, это он может создать некое количество новых акторов, опять же, конечное, чтобы наша система как-то нормально себя ввела. И, наконец, он может определиться новое поведение для обработки последующих событий. То есть как раз то, что я и говорил. У нас может быть актор, который в начальном состоянии имеет реакцию на два сообщения. Первое из них он получает и понимает, что теперь я перехожу в новое состояние, и дальше я могу обрабатывать три сообщения. Получав какое-то еще одно сообщение, он скажет, ну, теперь я перехожу в еще одно состояние, теперь буду обрабатывать четыре сообщения разных. И таким образом он, в зависимости от того, что к ним приходит, он выбирает для себя новое поведение. И, в принципе, это похоже на то, как видят себя конечные автоматы, и это не случайно, на самом деле, и мы потом увидим, почему. Вот нужно отметить, что под актором поднимается просто некая абстрактная сущность, которая на практике может быть реализована совершенно разными способами. То есть актором может быть отдельный процесс, причем как процесс в образованной системе, так и процесс в какой-нибудь виртуальной машине. Вот, например, Relang позволяет в рамках одной виртуальной машины запускать сотни тысяч легковесных процессов, и каждый процесс может выступать как отдельный актор, рассматриваться как отдельный актор. А актором может быть отдельный поток выполнения. Это нить операционной системы, или файбер, или какая-нибудь гринзрит, которая реализована на основе тех же самых файберов, или еще каких-то механизмов. И, например, граутины в языке Go, в принципе, могут рассматриваться тоже как некие акторы. И, наконец, актором могут быть вообще объекты, которые вообще никак не связаны с потоками исполнения. Они могут быть просто объекты, которые ведут себя как конечные автоматы, им кто-то выдает рабочий контекст на момент обработки сообщения, потом они этот контекст возвращают обратно, чтобы контекст могли передать кому-то еще. И примером такого подхода является АКО и те фреймворки для C++, про которые мы будем говорить позже. Опять же, на эту же самую тему. Поскольку модель акторов не специфицирует, что я себя должен представлять актор, каждая реализация делает это по-своему. И поэтому востребованные на практике и широко используемые реализации, они все практически разные. У одних работает одно, у других – другое, у третьих – третье. Но все равно это считается частью реализации модели акторов. Как я сказал, модель акторов появилась довольно давно. За это время она претерпевала несколько волн интереса к ней и потери интереса. В частности, я еще помню времена, когда про модель акторов стали говорить о том, что она себя изжила, не смогла доказать свою популярность. Но тем не менее, после того, как язык Erlang вышел в open source, и многие компании стали его активно использовать и успешно, и докладывать о своих результатах, появилась очередная волна. И вот она уже на моей памяти длится, наверное, если не с 2004, то с 2006 года уже точно. И, на мой взгляд, она постепенно усиливается. И, наверное, это правильно. Потому что в самой модели акторов есть интересные вещи, и мы об этом еще поговорим позже. Теперь поговорим о том, что же на данный момент считается типа иконой или образцом реализации, на которые имеет смысл обратить внимание, для того, чтобы понять, как это сделано хорошо. Или как это сделано так, что этим пользуется огромное количество людей, получают от этого удовольствие и больше ничего не хотят знать. Вот одна из этих реализаций — это Erlang. Ну, это, по-моему, вообще самая-самая известная вещь. Но забавно, что я, например, никогда не видел, чтобы автор языка Erlang говорил, что это сделано под влиянием модели акторов. Я специально при подготовке к докладу пересчитывал статью. В 2007 году он рассказывал про историю возникновения Erlang. Там он вообще ни разу не об этом не упоминал. Но, тем не менее, когда читаешь статьи каких-нибудь теоретиков модели акторов, они все ссылаются на Игорь Erlang и говорят, что да, Erlang — это одна из реализаций. Характерная черта Erlang заключается в том, что он изначально был написан так, чтобы упростить людям разработку приложений для телекома. В этом есть определенные нюансы. И кроме того, что получился очень удобный для таких вещей язык, на этом языке еще создали огромное количество обвязок дополнительных. Одна из них — это ОТП, это Open Telecom Platform. Есть еще МНЕСИЯ, распределенная база данных, еще несколько вещей, которые активно используются Ирлангерами. И фактически, когда мы говорим про Erlang, мы говорим не только про сам язык, как некий DSL для записи взаимодействия между легковесными процессами. Мы говорим именно об всей инфраструктуре, о всей экосистеме Ирланга. И поэтому Ирланг — это нечто большее, чем просто язык. История достаточно интересная у Ирланга. Она началась в 1986 году, когда в одной из лабораторий компании Ericsson Джо Армстонг получил задание придумать какой-то язык, который упростит разработку телекомовских приложений. Он начал заниматься этим, под большим впечатлением от пролога. Потом он стал пролог развивать в другую сторону. И первые реализации Ирланга, они вообще были написаны на прологе. То есть даже сам Ирланг был неким DSL, встраиваемым в пролог. И история этого развития языка внутри Ericsson, она длительная. Самое интересное, что вот в мир Ирланг, по большому счету, вышел в 1993 году, когда была издана книга. Но на тот момент Ирланг в Ericsson не применялся. Он использовался только в отдельных лабораториях, где на Ирланге делали какие-то прототипы. Но продакшн-кода никто в самом Ириссе не писал. И только в 1995 году, когда в Ирланге заглох большой проект по разработке нового программоператного комплекса для телефонии, который, кстати, писали тогда на C++, в Ericsson не сели и стали думать, но если у нас этот проект заглох, а нам нужно делать, то на что мы будем делать? Испомнили про Ирланг, выдали команде фактически карт-бланш, наняли огромное количество программистов, и результатом стал программный продукт AXD301, который обеспечивает 9 девяток доступности. На момент, когда он появился, там было более миллионов строк кодов на Ирланге. Над Ирланговой частью работало 60 человек. Это был крупнейший проект на тот момент на Ирланге. Сейчас этот проект до сих пор развивается, и там, наверное, уже около трех миллионов строк кода на Ирланге написано. Но дальнейшая судьба Ирланга в Ericsson оказалась странной. Вроде как только-только в 98-м году этот AXD301 вышел, все вроде успешно, но руководство сказало, нет, нам не нужен свой приватный язык, точнее пропайтерий язык, нам нужен какой-то публичный. Поэтому мы переходим на Java, а Ирланг не забываем. Это не понравилось, естественно, тем, кто работал на Ирланге, и они потихонечку из Ericsson вышли, в том числе ушел и Джо Рамстронг. И как раз вот это решение компании Ericsson о том, что они не будут в новых продуктах использовать Ирланг, дало возможность Ирлангу выйти в open source. Из этого началась вообще его новая судьба, а из-за того, что он вышел в open source, и его все могли использовать, появилась новая волна интереса к актер-моделу. За примерами того, где используется Ирланг, наверное, далеко ходить не нужно. Есть очень много таких известных продуктов. В частности, мне приходилось иметь дело с RabbitMQ, который на Ирланге написан, и является одной из таких самых удобных систем МК. Знаменитый пример WhatsApp, у которого основная часть написана на Ирланге, и они, сейчас уже не помню, сотни миллионов сообщений в день обрабатывают. И недавно в Wargaming здесь, в Минске, собрали очень приличную команду, причем сманили часть Ирлангеров из других городов, в том числе из Питера, у нас в Ватонне, и потихонечку переписывают свои части на Ирланге. Там они, по-моему, делали чат внутри игры на Ирланге, а потом сами Ирланг переучивают питанистов, которые занимали свои участия. И потихонечку там в Ирланг переходит в веб. Так что Ирланг такая серьезная платформа, которую он следует рассматривать в качестве хорошего инструмента. Ну и теперь можно посмотреть, как это все выглядит на практике. Так, всем хорошо видно, да? Ну смотрите, здесь вот начинается работа, пример PongPong из стандартной документации PowerLang, которую можно найти на сайте. В этом примере все начинается вот здесь, функции старт. Сначала мы запускаем процесс под названием Pong. Он реализуется вот этой функцией. И получаем назад ID-шник процесса, PIT так называемый. А потом запускаем второй процесс под названием PING. В этом процессе в качестве аргументов передаем два параметра. Идентификатор процесса Pong, куда мы будем отсылать сообщения, и количество сообщений, которые нужно отослать. И вот что делает процесс PING. Он когда стартует, он сразу же Pongу отсылает сообщение PING. Вот это вот розовое PING, это вот идентификатор сообщения. Когда он получает назад ответ Pong, он печатает, что ответ получен, и вызывает сам себя с уменьшением счетчика. Это обычный в функциональных языках программированный прием, когда мы обеспечиваем цикл через хвостовую рекурсию. И эта хвостовая рекурсия заканчивается вот здесь, когда в качестве первого параметра приходит 0. Тогда все завершается. А процесс Pong достаточно простой. Он просто висит на приеме сообщений. Если он получает сообщение FING, то он завершает свою работу. Если он получает сообщение PING, он печатает то, что он сообщение получил, и отсылает сообщение Pong процессу PING. Вот эти вещи FING, PING и PONG, посвященные здесь розовым цветом, это интересная штука в Ирланге, называется атомы. Атомы — это такой объект, который не собирается с бурщиком мусора. Он постоянно присутствует. И это интересная штука, которую потом еще мы увидим в другом месте. Если кто-то программировал на Рубе, то в Рубе похожая есть вещь, называется Sambl, символ. Он тоже не собирается с бурщиком мусора и используется для подобных целей. Вот эти атомы, они используются в качестве таких идентификаторов. Если в других языках программируем, мы для того, чтобы дать имя сообщению, используем, как правило, строгую константу, или идентификатор типа, то вот в Ирланге используются атомы. Но когда мы дойдем до фреймворка CAF, мы увидим, каким образом там поступают с атомами. Поэтому я обращаю ваше внимание сейчас. Следующая икона современная — это фреймворк ACA. Тоже, наверное, очень известный, один из самых известных. Его история началась не так давно, причем как бы из двух этапов состоит. Первый этап — это в 2006 году для стандартной библиотеки языка Scala написали небольшую реализацию акторов. Получилось достаточно прилично. Я, по-моему, сам в этот момент интересовался языком Scala. Для меня появление такой библиотеки стало таким фактором того, что на Scala можно обратить внимание, там можно программировать так, как я привык. Когда люди увидели, что это хорошо, стали писать приложения достаточно сложные, обнаружили, что хорошо, акторов мы не можем иметь у себя в стандартной библиотеке, но нам не хватает обвязки, как в Ирланге. То есть Ирланг говорит, только на Scala и на его акторах. И так изначально все называлось. Scala УТП. В дальнейшем оно получено название Ака, и публичный релиз состоялся в 2010 году, то есть относительно недавно. И за короткий срок тренингер Кака стал очень популярным в мире JLM, где он поддерживает как Scala, так и Java. И, ну, не знаю, может, у меня просто специфический круг общения, но мне кажется, что сейчас там более-менее серьезные системы, распределенные, где требуется какое-то масштабирование, какая-то реакция на внешнее воздействие проще, они просто по умолшению сразу говорят, ну, попробуем Аку, если не получится, будем смотреть что-то другое. Хотя на Java есть и были интересные фейерверки, например, QZAR, если я правильно произношу, но тем не менее, как бы стандарт де-факта в мире Java сейчас это Ака. Ну, и если кому-то интересно, то вот реактив манифеста, он, по-моему, был написан чуть не под диктовку от ребят, которые разрабатывали Аку и Скалу в свое время. Вот пример Пинг-Понга на Скале. Да, это Скала, и используется фреймворк Ака. Здесь начинается все вот здесь вот, когда создается Actor System, ну, это фактически контейнер, где будут жить все остальные актеры. И там создается два актера. Пинг, точнее, Понг сначала, и сохраняется, вот ссылка на него в качестве идентификатора, и Пинг, которому придается идентификатор Понга в качестве параметра. И потом Пингер отсылается старое сообщение. Здесь используется статный механизм паттерн-метчинга из языка Скалы, который позволяет отслеживать. Вот пришлось старт-месседж, и мы отсылаем агенту, точнее, актеру Понг к сообщению Пинг. И когда получаем ответный Понг-месседж, мы делаем какие-то свои действия. У Понга тоже все достаточно просто. Он висит на ресине, если получает Пинг, то отсылает ответ Понг, если получает стоп, то просто завершает свою работу. Здесь, в принципе, тоже все достаточно понятно, но можно сравнить выразительность выразительность Ирланга, насколько мало кода здесь, насколько этот код понятен, и выразительность Скалы, которая, в принципе, достаточно понятна, но, тем не менее, требует неких больших телодвижений, потому что вот эта модель актеров в качестве библиотеки наслаивалась на уже готовый язык программирования. Поскольку Ирланг и АКО очень популярны, то имеет смысл задуматься вопросом, а почему так происходит вообще, что они дают своим разработчикам, что они настолько популярны, и настолько серьезно системы на них разрабатываются. А все достаточно просто. Если вы посмотрите в какие-нибудь маркетинговые материалы рекламные, даже на сайте этих инструментов, вы увидите там перечисление нескольких вещей, из которых обязательно вот эти три будут присутствовать. Во-первых, это простота, но на самом деле программировать многопоточные приложения путем и синхронного обмена сообщений проще. Это как бы проверено временем. Там тоже можно поймать приключения, но их все равно будет меньше, поэтому за короткое время сделайте лучше и качественнее. А потом следующее достоинство это масштабирование. Поскольку у нас все акторы как бы называются изолированными и обмениваются данными, а не ссылками на общие данные, мы получаем возможность распределять своих акторов либо по разным учительным ядрам на одной и той же машине, и может быть даже по разным процессам, которые работают на одной и той же машине. Так мы можем прозрачно распределить их на несколько машин и получить горизонтальное масштабирование просто, что называется, бесплатно. Оно у нас тоже как бы есть. И этот эффект масштабирования он в акторных системах присутствует и легко ощущается. И третий пункт, который тоже обязательно указывается, это отказоустойчивость. Поскольку акторы изолированы, если происходит какая-то беда с одним актором, он упал и перестал работать, то другие акторы могут на это среагировать. И поскольку данные приватные, нищие другие данные запорченные не будут. Они могут просто вышликнуть из системы этого упавшего актора, создать на него место нового, и он будет работать. По такому принципу, кстати, работает система супервизоров Ирланга, которая считается одним из основных преимуществ Ирланга вообще в разработке отказоустойчивого софта. Очень, мне кажется, такое высказывание, с одной стороны спорное, а с другой стороны, время, по моему наблюдению, это подтверждает. Действительно, Джоу Армстрог был прав. Чем больше ядер становится у компьютеров, у микропроцессоров, чем чаще нам приходится всю эту мощь задействовать, тем сложнее использовать обычные традиционные подходы на мутексы, конечно, на рейбл и прочее. А вот обмен сообщениями позволяет нам все-таки справляться с этой сложностью и получать нормальные результаты как по надежности, так и по производительности, так и, самое важное, по трудозатратам и срокам. Насчет отказоустойчивости здесь важный пункт, нужно отметить, что когда отказоустойчивость обеспечивает безопасный язык типа Ирланга или Скала, который работает в безопасной же среде в виде Ирланга, виртуагу машин, или GVM, там надежность чуть выше, чем когда мы программируем на C++. Потому что если в Ирланге вы разделите что-то на ноль, у вас пойдет только этот легковесный процесс. Если вы в C++ разделите что-то на ноль и специальная задача с обработкой математических ошибок, то у вас грохнется все приложение. Если у вас там работало 1500 потоков, то все 1500 потоков и умрут. Поэтому в C++ отношение к остатойчивости и надежности оно несколько другое, чем в Ирланге и в других безопасных языках. Ну а поскольку с надежностью в C++ не так все хорошо, то возникает вопрос, вообще актор моделам на C++ нужно или нет. Но этот вопрос не очень правильный. Потому что по большому счету люди сейчас задают задачу совсем другим вопросом. И когда ты пытаешься кому-то рассказать, что эту задачу нужно решить на акторах и на C++, то говорят, а зачем там C++? Вы берете Ирланг, берете Аку, берете еще что-то и решаете. И начинают приводить всякие причины, почему C++ нужно выбросить. Ну и на самом деле с ними спорить сложный. Из X++ старый. За это время он разросся до таких размеров, что осознать его конкретному разработчику ну очень тяжело. Я сомневаюсь, что в мире найдется там человек 200, которые могут сказать, что они хорошо знают на C++. Но по большому счету они не покривили душой. Есть жалобы, что C++ вбирает в себя новое из других языков, но дело это коряво и получается как-то не очень удобно. И все это вот в Haskell, например, красиво и легко. А у вас в C++ все очень сложно. Чтобы еще отметил интересное, точнее важное в этом плане, то, что в каждом большом проекте C++ он свой. То есть если кто-то разрабатывает система для авионики, где-нибудь Rocket Market, у них может быть свой C++, а когда люди в Фейсбуке обрабатывают большой объем данных на C++, у них там свой C++. В одном случае есть РТТА и исключения, в другом случае этого нет. И язык получается совсем разный. И обеспечивать надежность при программировании без исключений и при программировании с исключениями нужно совершенно по-разному. и это тоже доставляет из разных хлопот. Но тем не менее, если мы посмотрим объективно на то, что предоставляет C++, то выяснится, что в принципе альтернатив-то пока и нет, по крайней мере, среди мейнстрима. Есть языки, которые могут войти в мейнстрим через пару лет и занять какую-то нишу, которая сейчас занимает C++, но по большому счету вот прямо сейчас, ну вот я могу назвать только одну альтернативу, это язык ада. Но порог входа туда тоже очень немаленький и получите ли вы какой-то выхлоп реальный, если взвесите все факторы, далеко не, как бы я не гарантирую, что так он и будет. Поэтому раз сам C++ нужен в тех или иных областях, значит нужны инструменты, которые облегчают нам работу в C++, в том числе и инструменты для моделей актеров. Ну и времени осталось мало, поэтому голубым по Европам быстренько рассмотрим четыре фреймворка, которые присутствуют вот в этом списке. Но правда список неполный, если кто-то хочет посмотреть, придется искать по гуглу, но тем не менее количество от одной точки можно взять. Четыре фреймворка, они выбраны, потому что они написаны на C++ и для C++, они кроссплатформенные, они интересные и самое главное, они живые. Вот это очень важный момент, потому что на моей памяти появлялось очень много фреймворков, которые декларируют, что они реализуют модель актеров, но ровно поздно практически все умирали. Выжило не так уж много, и вот часть из них здесь присутствует. Какие-то фреймворки, например, библиотека синхронных агентов, которые есть в составе Visual Studio, здесь не включены, потому что я не знаю, как вы их скрупплатформенностью. Но если вы привязаны только к Visual Studio, имеет смысл туда посмотреть, очень интересная разработка. Итак, первое, что есть, это QP-CPP. На самом деле, вот эта компания, State Nation, она развивает целую кучу продуктов для разработки строительных систем. У них там есть свои ядро, какая-то своя новая нашлепка над этим ядром, и над этой нашлепкой есть еще вот QP-CPP. Выглядит это все, сейчас покажу, достаточно олдскульно. То есть, если нам нужны сообщения, мы их описываем в виде Янгана. А потом мы описываем, так мы это вот, потом мы описываем класс, который будет, собственно, нашим актором. И наше состояние будет представлено статическими методами. И можно посмотреть, как эти статические методы реализованы. Вот пример демонстрирует некий индикатор, который то загорается, то гаснет на встраиваемом устройстве. И вот у него есть два состояния, когда он выключен, когда он включен. И вот видно, что когда мы входим в состояние выключен, вот это вот событие отрабатывает, мы выключаем индикатор, говорим, что мы обработали состояние и завершаем свою работу. Если мы получаем сообщение тайм-аут, мы переходим в другое состояние, в состояние он, и здесь срабатывает вот этот блок. потом если мы в состоянии он получаем томат мы приходим в другое состояние и таким образом мы все это дело программируем так но не знаю смысл продолжать и не потому что пять минут осталось и можно перейти к вопросам а если вопроса не будет это дальше пробежусь пробегусь по оставшимся слайдом что-нибудь может это расскажем и пять минут до вопросов поэтому можно можно пробежаться пробежимся еще библиотека очень маленькая очень простая написано очень известным человеком это минусом то за его качество беспокоиться не нужно но фактически все положительные стороны этом заканчиваются почему потому что она на каждого кто раздает создать свой поток и ос и это убивает масштабируемый спрос на корню зато все получается очень просто то есть вот нас есть сообщение пинг пинг который будет ходить между актерами есть актеры которые в конструкторе получают либо функцию либо фунтер ну либо ламба функцию и в этой функции он просто тупо бесконечном цикле или в каким-то условиям дергают метод receive и выбираете сообщение которому интересны можно кстати обратить внимание что вот здесь вот никакой выборки вручную сообщение не было а здесь она реализуется вручную это сделано потому что у каждого актора есть свой поток исполнения но как бы одни из самых популярных и самых известных популярность нужно говорить сам известной библиотекой для си плюс плюс сейчас является вот секунду сактор фреймворк или каф раньше назывался липси птей библиотека относительно новая до сих пор развивается причем развивается активно и ломать совместимость между версиями но тем не менее интересно на в том плане что раньше это было вообще практически стопроцентными крея рланга средствами си плюс плюс то есть взяли кусок кода за ланга прикинули как самым удобным образом изобразить си плюс плюс это изобразили и вот когда несколько лет назад можно было посмотреть примеры кафе после узнавал рланг только в си плюс плюс и сейчас они правда уже ушли и у них появились новые наворота которые там сидела упрятывают например обвесное отношение к тому что позволяет каф с одной стороны примеры кода там это просто поражает лаконичностью ты смотришь и думаешь ну вот наверное если бы попытаться еще короче написать не получилось бы вообще никак но с другой стороны когда смотришь что у них получается в итоге в каком более сложном примере ты понимаешь что не дай бог тебе это сопровождающие из три года разобраться в том когда работает очень сложно здесь вот есть пример когда актером является степь фиксированного размера на то столько несколько состояний нет определение моего состояния когда стык полный он должен реагировать на попытку запихнуть новый объект стык и попытку взять из стыка вот можно увидеть что здесь у нас фактически лендан на ленды и ленды погоняет но это еще простой пример можно найти более сложные примеры это получается что млянда внутренние еще один англо внутри еще один англо а потом еще есть методы вот бекон который меняет одно состояние другое и выясняется что этот бекон он сработает не сейчас а он сработает только когда это ленды запустится запустится когда-то он другое время и вот когда вот это все дело прикидываешь понимаешь что ну вот да здесь интересный красиво коротко но разбираться с этим через три года мне очень хочется наконец еще один фреймворк которому я сам непосредственно отношения это subjectizer он тоже пенсорсный утра это очень длинный мы его делаем довольно давно он находится очень с давних времени с 2002 года в продакшене из-за этого мы очень крепко относится к совместимости мне не можно себе позволить совместимость ломать поэтому развиваемся не так дневничный как ков но главное наше отличие заключается в том что мы соединяем у себя фреймворки фактически несколько моделей одна модель это актер модель вторая модель это паближ subscribe и третье это еще и там есть примесь из коммуникаций секунд процессов у нас получается что отсылка сообщения это фактически то же самое что публикация сообщения в некий топик а для того чтобы получить сообщение нужно подписаться на этот топик поэтому получение этого фактически аналог с открытием и в качестве примера здесь есть вот тоже самый мигающий индикатор так кроме же средствами с объекта за разделом здесь вот показано что агента есть состояние выключен включен и в состоянии включен у него есть 2 индикатор сейчас горит индикатор погашен и есть сигнал который включает выключает в этот индикатор и написана как это все работает мы с мячами переводим агентов состояние выключен если все столь и выключен и получаем сигнал turn off он приходит состоянию включен а если имеет суставе включен получать тоже такой же сигнал он приходить состоянии выключен но поскольку в состоянии вращен ну из этого типа состояния втяжны1 на реакции То есть когда мы входим под состояние блинком, а мы туда входим автоматически. Мы показываем, что включили индикатор, потом, когда выходим, выключаем индикатор. И ограничение по времени нахождения в этом состоянии сабжектайзер отслеживает автоматически. Спасибо за внимание. Спасибо, Евгения, огромное. Спасибо. Можем перейти к вопросам. Друзья, у нас замечательные призы за лучший вопрос. Это сертификат от компании JetBrains на один из продуктов C++ и футболочка от нас. Так что дерзайте, задавайте вопросы. Антон Полухин, Яндекс, Москва. Добрый день. Спасибо за интересный доклад. Скажите, а почему вы не рассматривали самую популярную библиотеку на C++ по акторам и про-акторам, которые уже больше 13 лет, а именно BoostAzio? Ну, у BoostAzio есть конкретная направленность на операции ввода-вывода, причем именно сетевой трафик. Там можно навешивать взаимодействие между сущностями вручную, но именно для этой задачи придется делать это все вручную. И если кому-то нужна широковещательная рассылка сообщений всем подписчикам, то это придется родить свой огород фактически. У нас в SubjectAzio это просто из коробки. И поэтому я, например, никогда не рассматривал Азию как именно готовую реализацию модели акторов. Как некий слой, на котором можно построить, да, так оно и есть. Но, на мой взгляд, это не есть реализация модели акторов. Здравствуйте. Сачок Николай Элис Геймс. Подскажите, вот в этих фреймворках на C++, о которых вы рассказывали, что сделано для обеспечения отказоустойчивости? Вы об этом упоминали вкратце, но не развили тему. В кафе и в SubjectAzio есть возможность повесить сообщения на крах конкретного актора. То есть если актор или агент завершает свою работу аварийно, на это дело можно повесить свой обработчик и среагировать, создать новую или как-то еще поступить. Но, опять же, я повторю, что в C++ это не такой ценный момент, как вот в Ирланге или в Ваке. Здравствуйте. Меня зовут Сергей, тоже Элис Геймс. Скажите, такой вопрос по масштабированию меня интересует. То есть для того, чтобы пересылать сообщения между машинами, вам нужно сериализовать их. Вопрос, если, ну, условно говоря, акторы на одной машине, то сериализация, она как бы туда, сериализация-десеризация, она по перформансу влияет. Как вы определяете, то есть нужно сериализировать, не нужно, когда отсылается сообщение? Ну, во-первых, из того, что мы рассказали про C++ фриворки, распределенность из коробки есть только у КАФа. У них какой-то собственный протокол, а его реализация базируется уже на Boost.azio. По-моему, они как-то решают этот вопрос, то есть они знают, какое сообщение идет, какие в нем поля, и перекодируют его в платформу независимый формат. У нас в четвертом субжектайзере, в предыдущем, была поддержка распределенности, и мы там это специальным образом обрабатывали, мы обеспечивали переносимость между Intel, например, или каким-нибудь ARM. Мы просто знали, что идет сообщение, могли перекодировать. Сейчас у нас поддержки распределенности нет как таковой, нужно использовать внешние протоколы, а там уже какую сериализацию вы прикруете, такая она и будет. Хотите Джонсоном, хотите там протобуфом, хотите еще чем-то. Еще вопросы? Виктор Николаевичук, спасибо большое за доклад, очень интересно. Такой вопрос, насколько я понял, ну если неправильно, то поправьте, область применимости, так мы копируем каждый раз сообщение, да, то это какие-то потоки, которые в основном занимаются работой, и сообщения между ними маленькие, короткие, редкие, да? Хороший вопрос. Вот по нашему опыту выходит так, что если вы между потоками хотите часто обменяться сообщениями, вы делаете что-то неправильно, потому что сообщение приходит не бесплатно, и если у вас слишком часто поток сообщений, вы что-то не так делаете, попробуйте совместить это все на один поток, чтобы вам не приходилось сообщение гонять туда-сюда. А по поводу того, где это может применяться, на самом деле есть как бы два экстремума. Либо вы редко передаете большие блоки данных, да, либо вы передаете часто очень маленькие сообщения, но на совершенно разные потоки. И вот еще интересный момент заключается в том, что, да, если мы копируем полностью содержимое сообщение, мы несем накладные расходы, но если мы делаем, скажем, обработку видео или обработку там изображения, где нужно на один и тот же кадр применить несколько фильтров, то нам невыгодно копировать вот этот сам кадр, но выгодно поместить его в один раз память и передавать в сообщение только ссылку на него. Здесь мы отходим от этих принципов, про которые я говорил, но зато мы выиграем в эффективности. Но тут уже либо то, либо другое. И такой вопрос, посылка сообщения, я так понимаю, она все равно как-то синхронизируется? Она синхронизируется только на очередях сообщений. И в зависимости от реализации там может быть очень эффективно на локфри очередях. То есть в этих фреймворках там все-таки локфри или фрейм? Везде по-разному. То есть вот разработчики Кафа говорили, что у них какой-то свой хитрый алгоритм поддержки очередей. У нас есть и подобие локфри и чисто на нитексах, в разных сценариях это по-разному работает и используется и то, и другое. Ясно. И последний вопрос. Дебаг этого всего, насколько удобен вообще отслеживание там? Что? Ну, дебаг, понять, что там внутри происходит, насколько это все удобно, не запутывая. Мне не очень удобно. Вот как раз сила Ирланга в том, что там есть хорошее средство для того, чтобы посмотреть, что внутри происходит. Мы в субжектайзер такие средства добавляем по мере необходимости. Недавно у нас появилась возможность трассировки вообще всех сообщений, которые ходят. Как в Кафе с этим обстоятельствами, не знаю. Но вообще нужно привыкнуть, потому что отладка вот этих асинхронных сообщений не такое простое дело, но чуть посложнее. Спасибо большое. Спасибо, друзья, за вопросы. Будем закругляться. Остальные задавайте Евгению в куларах. Он еще здесь будет. Да, я еще хотел добавить, что на слайдах на самом деле больше, чем удалось показать. Слайды будут выложены либо у меня в блоге, либо вот на сайте конференции. Посмотрите, там есть мои координаты. Если у кого-то есть вопросы, можно связываться потом в офлайне. Большое спасибо. Спасибо, Евгений. Поднимите, пожалуйста, руки, кто задавал вопросы. Было больше вопросов, не стесняйтесь. Хорошо, Виктор, вам достается сертификат на продукты JetBrains. И раз больше никто не поднимает руки, тогда зайдите к нам за футболочкой еще. Следующий доклад будет от Ивана Сидорова из компании Viber. Иван расскажет… Иван, где ты? Иван расскажет о Gmoc Framework, то есть о фреймворке Google Мог для написания Мог-объектов. Спасибо. 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 Спасибо.